Сегодня отмечается Всемирный день почты. Профессия почтальона, которая на протяжении веков помогала людям получать новости с дальних краев, продолжает оставаться актуальной. Сегодня почтовые службы не ограничиваются лишь передачей писем. Через Казпочту можно отправлять посылки и оплачивать кредиты. Праздник сотрудников почты совпал с нём подписчикам. Несмотря на развитие информационных технологий и электронных сообщений, почтовая служба не теряет своей значимости. Напротив, спектр услуг для клиентов расширяется. Депозиты Рашл Дгазер. Мы оказываем также финансовые услуги. Карточки подключены, можно получать деньги с расчётного счёта, оплачивать кредиты. Мы запустили депозитную услугу. Вклад на 12 месяцев по 12%. В Шымкенте работают 32 отделения Казпочты. Ежедневно их услугами пользуются 150-200 человек. Мы давно пользуемся услугами Казпочты и продолжаем это делать. Работа у них непростая, поэтому поздравляю всех сотрудников. В честь Дня подписчиков возле здания Казпочты прошла презентация газет и журналов. Газета «Онгсту Казахстан», тираж которой составляет 35 тысяч экземпляров, пригласила горожан подписаться на издание. Сегодня начинается подписка на печатные издания. Приглашаем всех подписаться на газету. Читайте наш «Онгсту Казахстан». У нас 35 тысяч подписчиков, и мы не собираемся снижать этот показатель. Газеты «Шымкент Кельбеты» и «Панорама Шымкента», входящие в Шымкентский информационный центр, занимают лидирующие позиции по распространению информации в мегаполисе. Сегодня мы представляем наше издание. У нас около 10 тысяч читателей. Призываем горожан и ветеранов подписываться на «Шымкент Кельбеты» и «Панорама Шымкент». Это говорит о том, что наше издание сохраняет свою аудиторию. Проект «Супермаркет-посылок», реализованный Казпочтой, помог многим людям. Теперь доступна и курьерская служба, а система электронное письмо значительно упростила процесс обмена информацией. Нургиса Абдежалелов, Алмаз Танабекула, Новости.